Приветствую вас, а из-за чего у вас изначально начались проблемы с желудком? То есть, как бы, вследствие чего они возникли у вас, вот эти проблемы? Понимаете, дело в том, что в этой ситуации вы жертва. Если вы почитаете про треугольник Картман, то вы увидите в нём себя. Вы жертва, ведёте себя как жертва, вот. И по факту, если вот вы говорите, что семья большая, пять человек, одна из этих людей бабка. То есть, непонятно, семья какая, вы часть этой семьи, вы член этой семьи или как? То есть, вот, не ясно, если, допустим, вы член этой семьи, то зачем разговаривать именно с бабкой, да? То есть, можно поговорить, как бы, ну, с другими членами семьи, чтобы они помогли вам. Вот, то есть, мне ваша, ваша позиция, не знаю, здесь, на самом деле. Вот, если же люди чужие, да? То есть, получается, что дискомфорт чувствуете только вы, получается. А, на мой взгляд, очень важно замотивировать человека, чтобы она, ну, не делала того, что она делает сейчас, по сути. Потому что, ну, если она так поступает, значит, вы ей вообще с чем-то, вот, не понравились. Или что-то ей, что-то обидели и так далее. То есть, оптимальный вариант, если вы пригласите её на, скажем, в ресторан. И попробуйте с ней по душам, по душам поговорить. Вот, если не получится, то поговорить с родными. Если, ну, с её родными, я имею ввиду. Если с её родными не получится прийти к какому-то решению, тогда нужно замотивировать человека, чтобы ей было выгодно вам, значит, помогать, чтобы ей было выгодно для вас, вот, что-то делать. То есть, мне представляется ситуация и история, вот, примерно такой, скорее. То есть, если это чужой вам человек, если это чужой человек просто вредничает, как вы говорите, то, ну, наверное, относиться к этому нужно так, что она это делает, ну, как бы, по своим причинам, да, у неё есть какие-то свои причины так поступать. И пока вы не разберётесь, что это за причины, вот, на мой взгляд, всё будет вот так. Потому что, ну, а что ей менять, не менять, да, вот, зачем, зачем ей менять что-либо? Для чего ей менять что-либо? Что она получит от того, что, ну, от того, что что-то поменяет. Вот, тут я понимаю, что я отдаю себе отсчёт в том, как это звучит прекрасно, отдаю себе отсчёт в том, что звучит просто. Не очень приятно. Вот, ну, тут, как бы, момент, моменты, вот, тут такие, только такой момент. Вот. И, в принципе, наверное, 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 всё. Вот, на этом. То есть, вам нужны изначально определить масс панические атаки, да? То есть, как бы, вы можете готовить себе еду заранее, заранее. Вот. И найти как какой-то выход из этой ситуации, так или иначе. Вот. Но бога вы ведёте себя так, пока вы ведёте себя как жерство. Вот. Ну, я думаю, что ничего особо не изменится. А бабочка, она, в общем и целом, мне кажется, чувствует, что вы даёте определённую слабину. Вот. И она, по сути, этим пользуется тем, что вы даёте слабину. Так мне это видится, по крайней мере. Так что, два, точнее, несколько основных направлений, да? Первое направление, это, собственно, определить причины вообще вашего такого состояния, ибо никогда на ровном месте это не возникает. Это первое. Второе, это выработать стратегу, что вы будете делать, как, как, что вы можете сделать сейчас. Вот. Что вы сделали, что вы не делали. Вот. Если не делали, то как делали. Вот. И так далее. Соответственно, можно рассмотреть вариант работать, в частности, больше, да? То есть, вы пишите, что... Так. Постояние здоровое пока не работает, да? То есть, вы можете, как бы, работать дома, можете получать какие-то деньги. Вот. То есть, ну, доход всегда какой-то можно найти. Вот. Опять же, если, опять же, если, если что-то делать, если что-то делать, если как-то что-то делать. Вот. Если ничего не делать, то, соответственно, и не будет, не будет ничего. К сожалению. Вот. Поэтому здесь, на мой взгляд, можно вам ответить, вот, собственно, так. В целом, в целом, мне кажется, что у вас изначально есть какая-то склонность к тревогам. Вот. И, в общем, проблемы с желудком могут быть, могут протекать из-за вот этой самой вот повышенной тревожности. Вот. Если поработать с первой причиной, то, может быть, и от симптомов своего, скажем так, как заболевание, вы освободите вывод и, собственно, вам будет гораздо легче, вам будет гораздо лучше. Вы сможете, ну, сможете куда более свободно себя чувствовать. Вот. Но весь вопрос заключается в том, да, весь вопрос заключается в том, насколько вы, вот, например, готовы. Готовы работать. Вот. И готовы ли вы работать. Вообще. Вот. Потому что, если нет, если вы не готовы. Вот. Ну, в таком случае, я полагаю. В том, что нет смысла что-либо делать. Что, значит, реально вам вот нужно это определить. Вот. Совершенно очевидно, да, что бабушку вы переделать не сможете. Она, ну, она, вот, она такая, она, конечно, не идеальная, безусловно. Вот. Наш характер. Вот. Ну, а я бы сказал так, что, ну, что, для бабушек это, для бабушек это вполне нормально. Да. Или сестра. Так вот. Я бы сказал так. По крайней мере. По крайней мере. Вот. Так что, берите свою жизнь в свои руки. Вот. Необходимо разобраться с тем, что с вами происходит. Вот. То есть, очень важно разобраться с тем, что с вами происходит, откуда у вас была болезнь. Вполне возможно, что это психотоматика, проблема с кишечником. за редким исключением является психотоматическими заболеваниями. Вот. Так что, в целом, я думаю, что решат вам. Ну, и панические атаки, это такая отдельная тема для разговора. Несколько стоит она, несколько на ашибе, эта тема. Вот. На ашибе она стоит не просто так, потому что панические атаки возникают так же не случайно. Да. На мой взгляд, было бы весьма неотнорительно полагать, что панические атаки у вас возникли и за бабочки, и за ее поведение. Вот. На мой взгляд, сердце здесь может быть глубже, потому что, ну, вы можете просто не уметь, например, выстраивать отношения с людьми. Да, вы можете испытывать трудности с этим. А может быть, вы можете, там, например, бояться, там, допустим, ну, ну, допустим, чего-то. Да, вы можете бояться каких-то вещей. То есть, паническая атака, это история про страх. Страх, это также, в свою очередь, ну, не совсем простое чувство. Вот. То есть, у страха также есть причины. Вот. И зачастую страх связан с определенным желанием, вот, с определенной потребностью человеческой, вот, но зачастую связан он также и с определенным запретом, всегда, практически. То есть, практически всегда страх, это, вместо тем, еще и запрет. Какой-то. Вот. То есть, все эти аспекты нужно разбираться. Безусловно. Вот. Потому что ситуация, еще раз повторю, не такая простая. Вот. Ну, и помните, что вам, в общем-то, никто ничего не должен. Вот. А, пожалуйста, не забывайте об этом. Потому что вам никто ничего не должен. А, значит, что люди могут, но не должны. И что, если человек, как-никаким-то образом себя не ведет, то, что он не замотивирован. А замотивирован он, как раз таки решает, в первую очередь, свои проблемы, которые были у него давал. Вот. Также хочется сказать, что любой агрессор, любой тиран, опять же, из того же треугольника Карпена, если мы берем, всегда, 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 всегда чувствуют жертву. То есть чувствуют, если человек жертву, ну, ведет себя как жертва. Вот. И чувствуя, что человек ведет себя как жертва, он, естественно, натяжка свой усиливает. Вот. 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 То, что... Ну, то, что желательно бы вам для себя понять. Вот. Вот, в принципе, так можно вам ответить на ваш вопрос. Я понимаю, что ситуация непростая. Вот. Вот. Хочется сказать, что и вы оказались в хрущевке, вот в таком доме. тоже не... Ну, ну не просто так. Не страста вы оказались в этом месте. Я так думаю. Но вот, мне почему-то кажется, что... Ну, в общем, не страста. Не страста. Поэтому давайте все это поэкслеруем. Вот. Тогда, вообще, я думаю, придем к чему-то, вот. Я так думаю, что мы сможем прийти к каким-то решениям, вот, для вас. И, соответственно, ситуация станет несколько лучше. На этом все. Если у вас остались вопросы дополнительные, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Удачи вам.